И вот именно с такого прекрасного в кавычках сна началось мое день рождения. Потому что я очень-очень плохо спала. Я просто тупо сейчас не могу уснуть. У меня болит просто голова. И я не могу уснуть, потому что я вчера пила. Ну, по крайней мере, у нас сейчас полдевятого, мы попытаемся уснуть и поспать хотя бы еще до двенадцати. Поэтому, что ж, будем спать. Что ж, ребятки, спустя два часа я все-таки решила встать, не стала валяться. И я так и не поспала. Ну, и что ж, я вот уже проснулась, так скажем. Настроения особо никакого нет, просто сильно очень хочется спать. Вчера я поснимала вечером тиктоки, и вчера меня поздравили родители. И сейчас я вам покажу, что они мне подарили. И также расскажу плавно на день. И вот, что они мне подарили. Это огромный, просто большой букет в ведре. Огромный букет белых роз. Очень-очень красивые, очень вкусно пахнущие цветочки. Они мне очень нравятся. Они очень классные и большие. Огромный букет. Я не представляю, сколько он стоил. Ну, вот такой вот букетик. Классный. Вот такая вот у нас погода сегодня. Планы сейчас где-то к 12 часам. Мы поедем покупать мне новый телефон. И надеюсь, что с ним все будет хорошо, не как в прошлом году. Потом вечером поедем в парк аттракционов. Также сегодня еще поедем, заберем мой тортик. Я вам тоже его покажу. И надеюсь, я сегодня заеду в детский магазин и посмотрю петов. Ну, вот как-то так, такие планы. А я пошла готовить себе завтрак. Ну, или разогревать. Увидимся на кухне. Вот, ребятки, я перенесла цветочки на кухню. Так они еще красивее смотрятся. Также я забыла показать еще. Мне родители подарили вот такую вот классненькую упаковочку Рафаэллы. Очень красивая. Что же мы будем завтракать? Завтракать мы будем с сэндвич, скорее всего. Еще, ребятки, просто у меня очень сильный отходняк, потому что я вчера выпила алкоголь. И поэтому я очень плохо спала, и у меня ужасная сухость во рту. Поэтому нужно сейчас быстренько поесть. Да, нужно сейчас быстренько поесть, и все. Ура, я нашла, идем разогревать. Ребятки, завтрак отменяется. Поплачем немножко, потом поедим. Короче, погрустили, поплакали, теперь настало время завтракать. Завтрак у нас сегодня очень вкусный сэндвич. Свекольный салат. Рафаэлку я уберу. Рафаэлочка. Рафаэлку поставим к цветам. Вы спросите, почему ты плачешь в свой день рождения, наверное, вы спросите. Я плакала, потому что у меня потерялся кот, и я его так до сих пор не нашла, поэтому я плакала. И сейчас настроения у меня вообще никакого нет, и ничего не хочется. Но пока что позавтракаем, посмотрим, что дальше будет. Мы позавтракали, поплакали, и я очень сильно хочу спать. Вот такой вывод. Пойду, наверное, приберусь на столе. Цветы я убрала туда, и какую-нибудь локацию поставлю более-менее нормальную. Вот это все уберу и приберусь, пожалуй, здесь. Но я ужасно сильно хочу спать. Я просто не знаю, как я целый день буду вот так вот ходить. Ладно, удачи мне. Это так, ребятки, я сейчас немножко потихоньку убираюсь здесь, и сейчас мы поедем за телефоном. Это очень для меня волнительный момент, потому что я боюсь, чтобы не повторилась такая же история, как в прошлом году. Поэтому это очень волнительно для меня. Сейчас я оденусь, и поедем. У меня просто руки трясутся. Еще я просто очень хочу спать. Но надеюсь, все пройдет очень даже удачно. Пожелайте мне удачи, мои дорогие. Я очень надеюсь, что телефон меня не разочарует. Ну, а я поехала. Короче, ребятки, мы сейчас едем. Как что будет, не знаю. Надеюсь, будет мне как в прошлом году. Надеюсь на это, конечно. Ребяточки, я в магазине выбрала себе телефон. Как только я куплю, я вам все покажу. Тут я в магазине, тут всякие телефоны. Я, короче, себе Xiaomi возьму. Надеюсь, что это будет удачная покупка, и он не разочарует. Что ж, ребятки, вот такого телефона я купила себе. Нет совершенно никакой радости. Это у нас Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Он запакованный, даже еще не открытый. Вот, он полностью запакованный. И сейчас я буду его открывать. Конечно, радости никакой нет, но здесь, когда я открою, радость появится. Потому что радости нет вообще. Поэтому давайте открывать. У меня памяти нет, поэтому я когда открою, покажу. Ребятки, я сняла пленку. Теперь момент истины откроем. Упс. Он вот так вот открывается. Вот, ребяточки, я открыла. Очень сильно пахнет новым. Это у нас мануал с чехлом. И это вот наш телефончик. Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Посмотрите. Вот такой вот у нас телефончик. Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Вот наши все основные характеристики. Вот, прочитайте. Все основные характеристики. 108 мегапикселей камера. И так далее. Вот такой вот он классный. Что ж, ребятки, вот такой вот у меня очень классный телефон. Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Я его настроила. Он очень-очень классненький. Такой вот polar white. Он такой вот радужный. Я не пожалела, что я его купила. Как бы я очень сильно переживала. Но теперь у меня все нормально. Я нормально настроила его. Все хорошо. Меня он полностью устраивает. И теперь дальнейшую съемку я буду продолжать с этого телефона, скорее всего. Но, скорее всего, мы не сделаем планы, которые планировали. Я его так положу. Потому что погода просто ужасная. Что будет, я не знаю. В принципе, скорее всего, закажу пиццу. Ну, вот как-то так. Я просто надеюсь, что я телефон не уроню. И день рождения у меня, если честно, очень не очень. Потому что я там и плакала, и меня разочаровали, расстроили близкие. Но телефон меня не разочаровал. Он меня порадовал. Я очень рада, что я именно этот телефон купила. И мы с ним точно подружимся. Ребяточки, я уже родилась. Полчетвертого, в общем-то, я родилась. У нас сейчас полчетвертого. Но настроения никакого нет. Счастья никакого нет. Я, конечно, ожидала, что будет по-другому все. Но зато теперь у меня есть новый телефон. Я, конечно, этому рада. Но я, честно, ожидала, что в этом году будет все получше. И я надеюсь, что реально этот год будет... Точнее, ну, надеюсь, что реально будет уже все хорошо. И надеюсь, все это пройдет. Вот, конечно, сейчас у меня радости нету. Но все равно я немножко хоть рада, что телефон хотя бы нормально попался. В общем, ребяточки, всем приветик. Мы тут собрались отмечать день рождения нашей Ангелины. И мы снимаем, кстати говоря, первый раз на новый телефон. Оцените качество. Мы снимали именно изначальное видео на наш старый телефон. Фон, ты упал. Спасибо тебе большое. Я надеюсь, что вы оцените качество видео, и оно вам понравится. И мы будем снимать на этот телефон. Что Ангелина будет делать дальше, мы пока что сами не знаем. Потому что погода, да и настроение у Ангелина такое себе. Но мы здесь, в принципе, все собрались, чтобы поздравить. Но пока что камера будет стоять нестабильно, потому что подставки нет. Я вам хочу кое-что рассказать. Одну классную историю, одну прикольную историю, точнее. В прошлом году, точно так та же, 20 июля мы пошли, точнее, Ангелина пошла покупать себе новый телефон. В этом году Ангелина купила за свои деньги телефон, а в том году ей подарили родители. И что вы думаете? Вот именно все так же происходило. Просто ничего не отличается этот раз от прошлого раза. Мы просто купили телефон, вроде бы как нормально. Также снимали то на тот телефон, то на этот. Но я надеюсь, что этот телефон я не уроню, как в прошлом году. И надеюсь, что мы с ним подружимся. Я уже окончательно перейду на этот телефон. Ну вот как-то так, ребятки. Но пока что на уме у меня, точнее у Ангелины, нет никакой песни, кроме грустных. Потому что настроение знатно испортили. И уже как бы все. Уже совершенно пропало любое настроение. И поэтому я ненавижу свой день рождения. Ну вот как-то так, ребята. Мы пока что ждем. Пока нам накроют стол. И мы будем праздновать, скажи же. Да, согласна. Будем праздновать. Правда, праздновать нечего. Ну, да. Что есть, как будто есть, в принципе. Что ж, ребятки, у нас уже сейчас 5 часов. Я уже родилась. То есть я родилась по четвертому. Поэтому я планировала, в принципе, в это время веселиться. Но веселиться, как вы понимаете, не получается. Что хочу сказать. То, что... Ойстер стерсонос. Ладно, я не это хотел сказать. Я хотел сказать то, что... Я купила телефон. Я очень сильно боялась. Но я нисколько не пожалела. По крайней мере, первые моменты использования. Я хочу сказать, что я ни на минуту не пожалела об его покупке. Я очень сильно счастлива и рада, что в этот раз я не прогадалась телефоном. И сейчас я думаю, что мы с ним подружимся, там, сладимся, дружимся и так далее. У всех бывают такие вот моменты, когда вот вы не можете ничего предугадать, и вот так вот получается. Но в прошлый раз, да, телефон я, конечно, выбрала неудачный. Но сейчас я выбрала удачный. И сейчас все, в принципе, прошло хорошо. Да, мне было очень грустно, мне очень было больно. Сейчас настроения тоже как-то нету. Не верится, на самом деле, что это мой день рождения. Я думала, он будет не таким. И мы, к сожалению, сегодня никуда не пойдем, потому что погода оставляет живать лучшего. В общем, вот такое вот у нас безудержное веселье. Спасибо заранее в комментариях, если вы меня поздравите. Мне будет очень приятно читать ваши комментарии. Если мы куда-нибудь пойдем, я обязательно вам все покажу. Сейчас в самом чувстве у меня не очень. Я приснимала на новый телефон в ТикТоке. Камера хорошая, все у него хорошее, звук хороший, классный и так далее. Я не пожалела ни о чем. Что ж, я пойду, пожалуй, дальше праздновать свои скучные тележреждения. И, возможно, я сегодня выпью алкоголь, хотя не хочется. Но если, чтобы забыть боль, можно, в принципе, будет выпить. Будет неплохо. Поэтому, что ж, я пошла отмечать дальше. Да, ребятки, накрываем на стол. Че стол-то пустой? Накрываем на стол. Да какой стол? Ты видишь, Ангелине плохо. У нее тут, блин, депрессия сегодня рождения. Да и хрен с этой депрессии. Сейчас пойдет в магазин игрушек, накупит себе пэтов. И меня никакой депрессии не будет. Работаем, работаем. Накрываем на стол. Да ты пипец, блин, тут вообще, конечно. Ладно, поехали. Мы сейчас едем клеить стекло на мой новый телефон. Потом дальше, пока что, не знаю, может быть, даже схожу в кино. Если схожу, то все пока живо. Короче, ребятки, такие вот у нас ситуэйшн. День рождения дерьмо просто от слова, совсем дерьмо. Никуда не поехали из-за погоды. Ни на карусели, как планировали, ни на пароход, как планировали. Даже в кино хотели поехать в маятовки, но не поехали. Торт, тоже с тортом просто ужасный. Геморрой вышел. Сейчас его, надеюсь, заберут. И это просто какой-то жесть. С тортом геморрой, с телефоном. Сейчас выбирали там чехол, пленку неправильно наклеили. Чехол не подобрали. Ну, короче, ребят, что хочу сказать, просто я хочу умереть. Очень сильно хочу умереть. И сейчас, типа, я просто неудачник, у которого день рождения испорчен. Просто испорчен, просто вдрысь разорван. Это настолько отвратительно. Телефон купили, и то как бы с телефоном геморрой. Просто не могу ездить с человеком. Честно. Человек мне просто... Мои родственники, родители испортили весь день рождения. Все настроение. Ну, и просто закажу пиццу, нам привезут торт. Я покажу вам торт. И все. Напьюсь. И на этом мой день рождения, наконец-таки, окончится. Закончится моим мучением. Закончится моим мучением. Ребята, я пришла домой. У меня просто истерика. Из всего этого у меня просто истерика. На протяжении столько, столько времени в свой день рождения плакать, это ужасно. У меня ужасная истерика сейчас броется. Потому что я уже просто... Служить какая-то микрофигня, я начинаю просто рыдать. Это пиздец, товарищи. Все. Для очередной истерики я немножко подуспокоилась. Там, короче, привезли пиццу. Снимать, конечно, у меня нет никакого желания, но... Дабы закончить влог, я сниму... С телефона наклеили защитное стекло. Чехол так и не подобрали, короче. После истерики, вот, блядь... Вот, кстати, Рафаэла мне подарили, но... Мне ничего не хочется. Ни конфеты, ни цветов, ничего абсолютно не хочется. Потому что я просто рыдала. Потому что просто рыдала. Сейчас успокоюсь, вытру слезы, пойду на кухню и сейчас сниму вам пиццу, там, торт покажу. Хотя меня до такой степени тошнит, что вот этот вот торт... Я вообще даже торт не хочу видеть, потому что... Я до такой степени вот просто ненавижу свой день рождения, что я даже торт не хочу видеть, честно, вообще, вот. Поэтому сейчас успокоимся и идем на кухню. В общем, ребятки, я, в общем-то, покушала. И хочу показать вам подарки. У меня еще, кстати, кровь из носа пошла, поэтому очень не вовремя. Когда меня пришли поздравлять, у меня пошла кровь из носа. Блин, ну типичная я, слушайте. Ну, что ж, подарки. Это у нас вот первая вот эта вот Рафаэла. Я ее пока что открывать не буду, потому что мне жалко. Извиняюсь за такой срач, просто тут как бы... Понимаете сами. Дальше здесь цветы. И вот это вот. Здесь вторая Рафаэлка. Такая вот вторая Рафаэлка. И... Милка. Я люблю такие шоколадки, я их сейчас открою. Такие штучки я очень люблю. Таких у меня штук три, наверное, было. Поэтому сейчас мы за вас откроем и будем смотреть на втором телефоне стрим Нека Глая. Потому что вот эти вот хрени я очень люблю, они очень классные. Ну, я еще вам последнее, что покажу, это как мы будем торт врезать. А так, в принципе, все, закончилось. Мой день рождения. Оцениваю его на 3 из 10. За телефон часто баллы подкидывают. А так... Вот как-то так. Рафаэла, кстати, я тоже буду экономить. Эконом-класс. Будем экономить. Что ж, ребятки, за мое здоровье и кушаем. Милку. На видео оно, кстати, видно как синенькое, но она фиолетовая. Где открывать? Сейчас будем кушать и смотреть стримы Нека Глая. Точнее, стрим. Нашла зацепочку. Открываем. Ура! Ура! Нифига! Круто как. Ва! Классные. Что ж, за мое здоровье. Субтитры сделал DimaTorzok В общем, ребяточки, я думаю, на этом стоит уже закончить, потому что мы порезали торт, отпраздновали. Это наша пицца, которую мы так и не съели. Ну вот, как-то вот так. Из чего могу сделать вывод, что день рождения оцениваю на 3 из 10, потому что это только оценки за телефон. А так, я ничего особо не съела, торт я не есть не хочу, мне тошнит, не тянет на сладкое пиццу. Я поела кусочка 2 от силы, хотя заказала пиццы 2. Мне подарили 2 Рафаэла, но я их не открыла. Типа, я могу какой итог сделать? Потому что день рождения говно полное. Но телефон не говно. Телефон классный, это самое важное. Ну, день рождения я как-нибудь переживу точнее. Это видео было снято 20 июля. Всем большое спасибо за просмотр этого видео. Надеюсь, вам понравилось это длинное видео моей жизненной истории. И да. И с вами была я, Астеркать. Спасибо большое за то, что вы посмотрели это видео. И спасибо за ваше поздравление заранее. Всем удачи и всем пока-пока!